Привет, дорогие друзья! Теперь уже точно известно, что бой между Хамзатом Чимаевым и Леоном Эдвардсом отменен во второй раз. Парни должны были встретиться на UFC Fight Night 185 20 января на бойцовском острове, но не суждено. Разговоры сейчас об отмене поединка начали распространяться после того, как UFC обновили свой веб-сайт и удалили бой. Причиной отмены или перенесения даты боя может быть положительный тест на ковид? Хорошей новостью является то, что для Эдвардса на UFC Fight Night 185 будет много вариантов. Кто может выйти на замену Чимаеву, давайте сейчас разберемся. Например, Холланд или Висенте Луки, которые уже предложили свои услуги. Холланд написал в Твиттере «Послушай, я слышал, что в отеле UFC Fight Island есть вакансия, и 20 января нужен настоящий мужчина, чтобы поработать». И слова Луки, который уже проигрывал Эдвардсу решением судей в 2017 году и, судя по всему, хочет реванш. «Я готов провести реванш с Эдвардсом, я знаю, что фанаты ММА с удовольствием посмотрят на это. Поехали!» Написал он в Твиттер. Но хоть и есть из чего выбирать, все может закончиться тем, что Дана Уайт решит перенести бой на другую дату. Из-за того, что главное событие отменено, турнир 20 января теперь проходит без главного боя. Перенесет ли UFC бой или найдет замену из карта участников, пока не ясно, так что Дана Уайт еще не подтвердил отмену. Как думаете, кто заменит Хамзата? ЖСП в лучшей форме, чем когда-либо. Как известно, Жорж продолжает тренировки, а вчера заинтриговал фанатов своим обращением. Он пообещал объявить громкие новости. Что это будет, пока непонятно. Может быть, бой с Хабибом? Новый год, новая команда, объявление завтра, написал ЖСП. Ранее он также заявил, что готов сразиться с Хабибом при правильных условиях. Жорж Сен-Пьер дрался в последний раз в 2017 году. Тогда он победил Майкла Биспинга, стал чемпионом в среднем весе. Месяц спустя он освободил титул, объявив его о завершении карьеры из-за язвенного колита. Вот слова Жоржа про Хабиба. Бой с Хабибом очень интригующий для меня, потому что всегда хочется драться с парнем, который кажется непобедимым, который кажется идеальным бойцом, которого невозможно победить. К сожалению, Сен-Пьер чуть позже добавил, что эти его слова не касаются боя. Нет, я не объявляю бой. В октябрьском интервью из Пен Жорж Сен-Пьер сказал, если бы вы спросили меня, хотел бы я сразиться с Хабибом в середине тренировки или сразу после того, как я в тренажерном зале, у меня повышенный уровень адреналина, я бы сказал, ага, давайте сделаем это. Я взволнован. Но затем, приняв горячий душ, я иду есть, гуляю, возвращаюсь домой и думаю обо всех этих драмах и тому подобном и говорю, черт, нет, я не вернусь в этот зоопарк. О нет, мне хорошо там, где я сейчас, так что у меня смешанные чувства по этому поводу, сказал ЖСБ. Сен-Пьер покинул спорт как один из лучших бойцов всех времен, который всегда пользовался огромным уважением со стороны фанатов бойцов и мира боевых искусств. Как думаете, что объявит Шорж Сен-Пьер? Конор тренируется к бою с Парьян. Их бой один из самых ожидаемых в 2021 году. На снимке видим, как Конор напряг мускулы во время поднятия штанги. А вот этот текст гласит, не просто устанавливайте планку, ставьте ее выше крыши. При этом спарринг-партнеры и тренеры Конора в один голос твердят, что МакГрегор сейчас в лучшей своей форме как физически, так и ментально. Так что, в итоге, бой Конора МакГрегора и Дастина Парье будет за титул. Официального подтверждения этому пока что нет от UFC, но Хабиб сказал, что победитель должен в следующем провести бой за титул. И здесь же очень короткая новость. Эминем продвигает свой новый трек в промо боя Конор Парье. Видео и фрагмент трека появились у него на странице в Твиттере. Неудивительно, что основная аудитория в курсе про UFC 257 и главный бой, ну и, конечно же, про треки Эминема. По мере приближения UFC 257 есть предположение, что главное событие между Конором и Дастином может определить первого претендента на титул в легком весе. Здесь же и Тони Фергюсон напоминает о себе, публикуя их совместное фото с Конором. Это очень похоже на то, что он пытается выиграть себе позицию в случае победы МакГрегора. А в одном из интервью Тони сказал, «Конор в долгу передо мной, поэтому я иду за его задницей. Вот почему он смеется каждый раз, когда я что-то публикую». ММА Индия пошли дальше, они опубликовали опрос, кто победит в бою МакГрегор, Тони Фергюсон. А как вы думаете, друзья, напишите ваше мнение. Вот такие новости на эту минуту. Спасибо за просмотр, спасибо, что провели это время вместе со мной. До встречи в новых выпусках. Всем здоровья, удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok